Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 53 выпуск 5 сезона Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Выпуск поддержали финансово Стефан и Дес Вадес. Спасибо большое, парни, что подпитываете материально. Будьте здоровы! Всем приятного просмотра! В предыдущем выпуске на заводе меня Тагила подстрелил, и в общем-то там скорее всего больше не было ЧВК, но Челоботов также не подпустил Тагила к моей снаряге и оружию, так что страховка вернулась в 100% содержании. Сегодня как минимум, планируя завершить миротворческую миссию, точнее часть её, которая относится к улицам Таркова, мне нужно в синем бронике и шлеме из М-ки убить ещё четверых диких. Тем более, что лыжник мне подогнал ещё один квест на улицах Таркова, домашний арест, часть 2, мне необходимо найти квартиру коменданта частной тюрьмы на локации улицы Таркова, выяснить, что случилось с комендантом. В общем, там нужен будет ключ от Чеканной 15, а этот ключ стоит 5 миллионов 200 тысяч. Мы его, конечно же, купим. Чудовищно дорого, конечно, обходятся ключи, которые на улицах Таркова для квестов нужны по 3-5 миллионов. Я думал, мне на дольше хватит этих денег, которые я там нафармил, да, спецстрим был на 10 миллионов рублей. Так, значит, смотри, что будем делать. Я постараюсь сначала закрыть квест с дикими, получается. Я, в принципе, недалеко от Чеканки, это даже хорошо. Постараюсь закрыть сначала квест с дикими, чтобы мне не было необходимости, в случае чего, выходить сюда потом в синем бронике и шлеме, да? Чисто практичности для... Сейчас было бы хорошо, здесь они во дворах хорошо прям спаунятся, эти дикари. Но, скорее всего, пока я их дождусь, или уже в Чеканку сходить, раз я недалеко. Мне можно, конечно, прям, прямо вот так вот через двор дунуть. Сейчас попробуем. Давай попробуем. И больше, что будет, да? Мог бы быть, конечно, другой спаун. Не рассчитывал, что я прям под Чекан и заспал. Ну, ладно, раз уж тут появились, что. Прям сначала Чекан и попробуем, вот только дикие подгрузились. Отфризило. Ништяк. Барахлишко. О, вот они. Один есть. А, это уже Чевыки там. Второй. Еще двоих. Ну, судя по всему. В Чекан и уже занято, судя по всему. А мне в ПВП, в синем бронике и шлеме лезть капец, как не вариант. Блин, еще бы парочку диких, и я бы пофиг пошел уже. Может, вылезут? Где-то там не слышал бормотания. Похоже, что нет. Тут замес как раз был перед Чеканкой, что ли. То ли за Лексус возня была, то ли за Чеканку за вход. Ладно, попробуем внедриться. Ну, что ты там не можешь перешагнуть. Домашний арест под задача почему-то выполнилась. Что это за фигня? Выяснить, что случилось с комендантом. А, этот спящий, это и есть комендант, что ли? Прикольно. Пошло лутание. Яичко нашел. Златые. Как хорошо было бы сейчас пару дикарей здесь. Бам-бам. И все, да? Я уже тяжелый, нормально так. Ладно, давай тогда хоть потихонечку сделаем свое дело. И пойдем в сторону выхода. И там где-нибудь, я думаю, двоих диких там точно найдем. Ладно, не буду я уже лутаться. Уже мешок у меня 40 килограмм, как это за счет топлива в том числе. Ничего не лутая. Спускаемся сюда. И нам вот сюда надо пролезть. Вот так вот. Да вот она, хата коменданта. Вот от этой двери ключ стоит 5 миллионов. 5 миллионов он стоит не только потому, что это квестовый ключ, но еще и потому, что здесь должно быть добра, навалено куча целая. Вон везде, сотри, петухи, попугаи, зверинец целый. Вот тут добришка. Елки-палки еще, сотри, добришка. Ну, в принципе, если часто играть на улицах Таркова и тут в чеканке, да, лазить, я думаю, что этот ключ себя за несколько рейдов спокойно окупит. И посмотри, сколько здесь добра. Прям густо-густо его тут насыпано. Так, ладно, в принципе, я готов уже покидать локацию. Подзадача тут у меня выполнена. Токси на Приморском, двор-колодец, разрушенный дом. Значит, в сторону кинотеатра пойдем незаметно. Наверное. Че, ребята подспавнились, не? Зря вы так, пацаны. Я так хотел квестик доделать. Так, это настройки, да? Бормотали. Что подало. Еще добра всякого куча. Компьютеры и прочие прелести. Кулеры. Ящики, смотри, тут капец, тут лута. Пойдем через двор здесь выйдем. Мне до кинотеатра-то, наоборот, в другую сторону надо идти. Зона эвакуации есть, короче, говорит, еще. Давай, наверное, на зону эвакуации я тогда пойду. Я там на стройке, на упавшем кране, слышал дикого. Там один будет. Если там один будет всего, то можно будет, если что, в Конкордию вниз спуститься. На парковке-то точно будут дикие. Я так думаю. А главное, тут мне не отхватить нигде. Опа. Двое их тут в аккурат. Вали кепку на! Давай мычи их! Давай и второй выходи. Давай, бро! Как удобно здесь. Как раз двое дикарей, прикинь. Прям то, что надо мне. Все, последний дикий остался. Да не вижу я тебя. Вот опять он где-то там в темниках затарился, и фиг найдешь его сейчас, да? А он при этом будет видеть тебя. Где-то есть-то, а? А, пойдем сближаться. Зажмем сейчас от души. Наверху. Миротворческая миссия выполнена. Надо вынести теперь... выжить, точнее, выйти с локации. И с улицами Таркова пока, по крайней мере, будет покончено. Вот тут у нас... Ах ты, зараза! А, это дикий, да? Повезло, что дикий. Человек бы вряд ли отпустил. Ух, вот он выход. Чуть на выходе прям не схлопотал. Нормально, нормально. Живем. Все, насколько я знаю, на улицах Таркова у меня больше нет никаких квестов. Все переделали то, что доступно сейчас в этом патче на данный момент, да? Но очень затратные квесты, зараза. 5 миллионов рублей, как с куста вжух, на один квест всего. Купил себе еще один планшет для документов, потому что у меня в планшете с лесом тут и улица, тут же у меня и развязка, и все на свете, все в одну кучу. Домашний арест, часть вторая мы завершаем. Нашли квартиру коменданта, выяснили, что с самим комендантом и выжили-вышли с локации. 30 тысяч почти опыта у нас имеется теперь. По миротворческой миссии из пяти на двух локациях мы выполнили под задачу. Остается у нас берег, таможня и лес. Я предлагаю сходить на бережок. Там диких стрельнуть 12 штук. Так, Индор. Я готов. Давай, наверное, с дороги на таможню и все на свете, все, что знаем, будем осматривать на Чупик, потом с дороги заглянем, потом в портовую, Норвенский ГЭС и дальше больше. Гунтрекер, кстати, сайт говорит о том, что гунны здесь на локации, так что если встретим, то, ну, очень постараюсь их как-нибудь, хотя бы кого-нибудь из них завалить. На берегу, в принципе, я тоже уже все практически квесты попеределал, за исключением 100 метровок в голову и на улицах Таркова, кстати, тоже этот квест висит у меня. Так, тут мне, короче, дистанция вообще без разницы, какая будет. Так что можно... О, так и знал. Ты чё там, бля, вопей, шупырь! Давай, давай, давай! Блин, нет ничего хуже, чем загоренный дикий в упоре. Нормально. Обход рыл. И он тут в соло тусовался, да? Вообще, на гунов... Короче, гуны тут обитают на чупа-чупсе и заходить на гунов есть пару, конечно, вариантов. Один там... Я пробовал, конечно, но он почему-то не сработал. Вот второй опасный. Но зато, если они будут выходить по одному... Так нет, никого не вижу, ничего. Если будут выходить по одному, то можно будет... Подловить их хорошо. Значит, обходим всё это дело. Сначала порт погляжу. И с портовой зоны потом, фук, наверх на чупик пойду. Так, что тут у нас? Красавцы подспавнились, пока я ходил там. О! Один есть. Ну, блин, засел. И всё, тебе. Проще, по-моему, спуститься к нему туда и... В чём дождаться, да? Вот, это неизвестно, сколько бы он тут сидел, да? Мы заберём. Пожалуй. Магазина докидаем тоже. Во, красота. Всё, теперь идём на чупа-чупс. Будем посмотреть, там ликарей. Оттуда же, наверное, я гляну ГЭС после чупа-чупса. И пойду вниз, спущусь на заправку, посмотрю, в Норвенске, наверное, тоже загляну. Так, у меня двоечка есть из дюжины, осталось ещё. Нормально так, ещё десяток целый. да, ёлки-палки, чё ты, давай, поднимайся. Вроде молчат. Либо их нет, либо молчат. Ну, ну, нет получается никого до не гунов необычных диких может внутри сидит дикарь какой пойдем заглянем тишина ну ладно тишина так тишина значит идем на гэс посмотрим сейчас что там на гэсе о еду заберу теперь у нас поесть и попить будет еще и молочку есть вообще зашибись пустой чупик оказался ну значит ждем гору диких на той стороне на крыше точно пару снайперов должно быть а ну-ка время прям хорошая до до полудня вообще на сервере хорошо делать повышенные квесты на ванами ладно пойдем поближе подойдем а стоп кого поближе у меня еще же есть другой квест 100 метров худшая работа на свете туда его 2 я что-то не понял он там был или нет вообще ну и ладно наверное я неправильно делаю что хожу лутаюсь но с другой стороны пустым выходить из рейда тоже не хочется он один был на крыше кто это пробежал чувака нет это не ё-моё он же справа был ну пойдет вот так еще троица есть говорит картоха две ушанки бля мне ушанки то потом пригодятся елки зеленые я что-то покупать буду надо докинуться там магазины два полупустых осталось еще пятерых получается мне дострелили они от кого пятерых я только троих дострелял еще семерых надо на мне настрелять ладно тогда сейчас посмотрим гряду он живой прикинь еще коса один или это снайпер на крыше появился непонятно этого через забор я не пробил получается да вообще ни разу или пробивал там картоху ему мне кажется что это короче снайпер точно ничего себе вот этого я не ожидал нормас нормас бодренько спавнятся дикие вот теперь пятерых осталось семерых настреляли гряду ничего не вижу а нет есть наврал восьмой осталось четверо но на заправке плюс норвинском свободно может быть плюс четверо да и тем более теперь может я думал еще на остановку туда подниматься под лазурный но скорее всего нет необходимости потому что у меня выход в стороне тоннеля если даже и здесь четверых не найду на заправке плюс норвинском то сто процентов они будут либо на выходе либо на острове я уверен в этом похоже на заправке тишина и на норвинском тоже тишина интересно девки пляшут наверное вот это я зря с собой таскаю мр ешь мр е мне до конца рейда уже хватит силы и энергии и гидрации по по моему я увидел как раз последний момент кого-то не показалось что нет похоже показалось ладно блин у четверо теперь будут ли на той старый дом хотя бы одного двоих здесь мы подстрелим а оно что то вообще тишина как то и остров пока не видать ничего никакого движения нет прикинь никого значит все таки придется мне на остановку сейчас подниматься сюда по всему на остановку и в яме на грузовике посмотреть на дороге никого не вижу а теперь смотри я сейчас пойду на остановку и яму там скорее всего я настреляю диких и когда буду возвращаться их здесь еще больше будет но если я там их настреляю в принципе я могу на переход на маяк пойти на выход он то всегда доступен да да переход на маяк всегда доступен отлично давай тогда остановку глянем постараться хочу за один рейд просто закрыть чтобы не растягивать это дело тем более что рейд тихий найти 12 диких на берегу так это в тихий рейд когда никто не мешает никто ничего не отстреливает там это очень легко вот сейчас мы как раз этой тишиной и воспользуемся на таможне тоже я думаю не проблема 12 диких если тем более будет спокойный рейд то там еще быстрее все это настреляется так как локация сама по себе небольшая много бегать не там нет точки спауна буквально поле видимости есть дыки так один слева один справа попал вот хуй ло конец тебе что там же да а вот он тень что там а вот он а вот он как и 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 очки никакой защиты не дают стыдно стыдно ладно как трое есть все один последний остался наверно на всякий случай и магазин а у меня 6 патронов всего осталось ладно питанием тогда юмор и ищем последнего дикого стрельбу я слышал там где как раз таки грузовик скорее всего туда чувака пошли которые с лазурки до вытряхнулись раз они туда пошли то скорее всего они там диких и перебьют все пока будут на выход идти ладно я тогда туда не пойду про их я подбил здесь значит один всего остался я думаю на острове или на дороге на тому же сейчас 1 вот и точно встретим метаболизм до 29 поднялся уровня между прочим между делом между прочим или может на коттеджах будет хотя вряд ли я чё у меня же ключи есть хорошие да и коттедж есть ключ и по моему сейф есть ключ да и сейфик ключ так это джитера посмотрим а то негодует уже народ насчет того что ничего не лутаем совсем не тот контент пошел говорят когда лутаешь пишут что не тот контент давай пвп на заводе по пвп шелес пишут не тот контент а для лутания всем точно не угодишь ну чё ты где один остался хоть я думал хоть здесь будет тут походу вообще не ступала нога человека там даже коттеджная дверь задняя закрыта не ступала нога чела бота ну и ладно нам же больше достанется да вот тебе чуть такое 314 восточки да мы посмотрим чего он там стоит я такой даже не видел ключа конява конява вот сюда тоже отдельный ключ идет в сейф открой коттедж потом открою еще и сейф и получишь да всякую фигню ну раз на раз не приходится лута насыпают сюда как самый обычный сейф даже несмотря на то что он под двумя замками получается сейф отключат коттеджа точнее можно на бочке вы здесь найти лутание наконец-то колбася во ю мою это вот это уже ли она того не стоила вы колбася во энергии 110 и она на подъемчике за счет того что и мария слопал а вот что-то поинтереснее уже стало сыпаться до 0 можно хотя так вот вот это вот это уже поприятнее пацаны на ссд заныкаем сюда да одну шапку колбася во фить нельзя вот так вот брать и расточительствовать до приятного елки-палки туда и мануал в принципе копейки стоит все 3 есть так что-то я увлекся так интересно лутаться вообще кайф надо одного дикого добить чтобы миротворческую под задачу закрыть шейсас диск нашел на хорошо хорошо лутаться это прибыльно по-любому где работа на миротворческая миссия все последний остался дикарь сейчас у таркова хорошо если попросим да он нам выдаст ключ от этой машины я не взял хорошо попросим он нам выдаст одного дикаря можно кстати снова посмотреть бережок ой островок потому что троих я на остановке убил плюс там слышал выстрел сто процентов там дикого подстрелили на грузовике еще одна шапка елки-палки но 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 только не говорите что мне придется сейчас возвращаться черт знает куда ради одного дикаря это не придется так это не дикий нифига этот дикий фига вот этого я я ожидал так обычно навсегда и бывает доделал одно и тут же они вываливаются у меня с чвк на заводе такая же петрушка была 1 надо было убить вышли трое на меня бро муж не надо который раз я уже не вообще не шотит он в голову неужели там настолько мало урона по мясу почти полчаса у меня ушло на все это дело но зато я закрыл за один рейд получается под задачу миротворческой миссии связанные с локацией берег вся миротворческая миссия у меня осталась на двух локациях на таможне и в лесу и пойдем мы пожалуй на таможню 8561 говорит вообще по мясу хороший урон 54 должен быть бронепробитие 4 почти пробивает 37 бронепробитие как так 54 в голову какую-то панаму не пробил что-то не сходится ну и ладно пошли дальше идем на таможню те же патроны заряжаю они у меня доступны поэтому пойду с ними наша задача 12 диких настрелять на таможне начинаем с трейлерного парка говорит 40 минут на локации у нас есть наверное правильнее всего будет в первую очередь в срф посмотреть да с этой стороны хотя можно было бы и по гаражам тут поглядеть но они не сразу тут появляются дикари сколько я понял главное чтоб с той стороны чувака тоже не смотрел до перебежку это самое здесь противная такая перебежка ее частенько пасут с моста плюс минус таможня это тебе не берег на берегу почти все квесты уже попеределали пацаны а на таможне постоянная вознятий хирей тут редкость даже на спокойном сервере каком-нибудь да да не рано я пришел сюда кто-то на жуда перебегает скорее всего уже дят вряд ли после такого выживут о есть квест доза провален но это ничего страшного там есть квест у меня в общем с убийством ой с убийством с закладкой св-98 в общагах и там для успешного его выполнения этого квеста мне нельзя убивать диких вообще я одного убил поэтому дэза провалился но это очень страшно мы не за дэза пошли мы за миротворческой миссии один есть осталось 11 по одному они там вряд ли будут спауниться да скорее всего там еще где то есть дикарь сейчас горит полю ляжется и выйдет посмотрит чупа чум кто на чум хотя можно и самому чухнуть на ту сторону не особо делать и нечего вообще хороший вариант час чтобы диких построить хороший вариант перебежать мне на сторону за заправку на скалах на зелени там посидеть оттуда отличный просто вид открывается на ближайшие спавны дикарей на кпп на заводской на заправке там прям прям можно хорошо настрелять дикарей тут тишина ладно давай через стройку а еще этот кпп снайперов можно глянуть хороший мощный тут спавн диких тоже а там наяривать это сглушила слышал вроде никого а я ядряно ваш не убил попал там в тушку пару раз не убил пути на где-то берец есть там горит это снайпер говорит интересно а там короче то ли наверху кто-то то ли внизу но по железу лязгает хорошо там очереди я думаю что это дикий с крыши короче кошмарил с hunter да а он здесь оказывается прикинь чуваки блин настройки прыгает что ли точно значит это не за забором было так что были я через кушар еще сдвину нашумлю это понял внутри он услышал меня все-таки получается отстань от меня это все не отстанет от меня короче да теперь с этой короче стороны говорят что я тут увижу да ничего практически сейчас тут дикие сразу не наспавляться пока туда прибегу тех убью и все это дни 11 будет мне придется опять сюда возвращаться а потом на выход чтобы уйти если живой останусь опять возвращаться ту сторону так ну ладно какие знаем точки спал на дикарей по тем точкам принципе то и пробежимся это когда на куда они сейчас пока появится ну на остановку например заглянем до остановку снайперскую там в срф и развернемся через заводскую наверно пойду плохо то что я в таком плохом снаряжении конечно третьего класса что они поздно стали давать доступ к этому квесту раньше он гораздо раньше был доступен сейчас приходится вот так вот да вот 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 теперь дикие появились у нас есть как вовремя при на дороге вообще по идее можно было бы и в общагах посмотреть вообще по идее можно было бы и в общагах посмотреть ну ладно ладно диких то мы замесим а вот если чувака будут то это гг чувака на той стороне по кому стреляли непонятно один есть успею не успею второй есть сейчас скорее всего чувака перебежали к в срф или перебегают главное чтоб они не пасли тут ничего перебежку эту самую похоже тут и нет никого из диких печаль беда ну все как всегда все как по нотам когда нужны дикие диких нет автомат уже перебежал оказывается туда на ту сторону коляшников блин он мне сейчас там старую заправку поперестреляет все на свете да никаких диких мне там не оставит что-то меня напрягает эта тема что там воюют возможно гунов кошмарят что-то в этом духе пойдем общаги туда заглянем в машин дикари будут о а сколько вы всаживаетесь блин аж зла не хватает да базару нет о ну даже как под общаги прям говорят у меня в принципе есть квест с убийством чувака в районе общежития еще там троих что ли надо добить это что-то я в целях безопасности хожу такой по улице а на самом деле на улицах нифига не безопаснее будет сидят где попало кто попало стреляют по тебе из кустов до по моему отмеченки еще есть до пару открытий есть меченки может решала тут будет то что было мне прям нужен так значит у меня если на той стороне выходы то мне лучше всего за заправку зайти поэтому двигаться надо в том направлении мне чтобы зайти чтобы оттуда сверху позиции хорошо посмотреть никакого движения с этой стороны да в прошлый раз тоже всю карту пробежал никого движения а потом по всем направлениям началась движуха вот и дикие подгрузились аккурат когда я к заправке подошел да врезануло хорошо дикие повылазили теперь сто процентов думаю и так и 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 Чувыка на скале. Да что к тебе. Не повезло, не фартануло. Всё, от чего я сегодня умирал, это от попаданий в голову, получается. Миротворцу мне остаётся до сих пор добить 8 диких на таможне и в лесу. В принципе, я сегодня планировал миротворческую миссию на улицах Таркова доделать всего лишь навсего. И сделать квест «Домашний арест. Часть 2». План выполнен. На берегу дополнительно ещё 12 настреляли, так что всё отлично. В следующем выпуске постараюсь добить на таможне 8 диких и пойдём ещё в лесу. И, скорее всего, миротворческую мы закроем. На этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за поддержку, пальцы вверх и добрые отзывы. Всем приятной игры и хорошего настроения. До следующего выпуска. До свидания.